так короче все я сделал стоп старт у вас через три минуты только я появлюсь так имени тоже здесь все короче здесь в игре вот посмотрим сейчас блайя вроде как в игре ну блайя главное стримить потом нужно и по рестримить принципе не знаю получится ли там дальше куда-либо попасть но я думаю что получится все будет окей хотя хз короче не могу точно вам ничего сказать а а а а а а а и а и и Продолжение следует... 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 пилончик тут велому ставит в наглую смотрите было и приезжает дронами шесть лингов заказан пользователь марк подчеркивание антон и активировал премиум на ваш канал так мазер пору велму делу сейчас будет готов делу уже готов конечно же будет у верча здесь выставляться так есть два линга здесь строится еще линги еще плеточка пошла вла но я не знаю верчаж конечно тут будет неприятен было но плетки то сзади точно надо сейчас просто развести на эту верчаж делок ныкается в наглую сейчас просто сейчас за пилоном велму там пока что очень неплохую игру демонстрирует еще минус линк неужели велму таким такую дичу просто возьмет отобьется здесь я очень сильно сомневаюсь в этом если честно забегает власть сзади нужно пытаться развести на вертяж естественно велму сейчас чтобы он выставил вертяж плетчика перекапывается дальше до перекапывается плетчика вертяж пошел нужно выйти из рейнджа вертяжа плетку нужно тоже увести и лингов просто увести сейчас конечно хата не погибнет линги тоже не погибнут а энергия у мазеркора не бесконечная соответственно гиувер чаш очень скоро конец все надо выкапывать все плетки вести их как можно ближе сейчас королевой ставить криптумар обязательно минусовать мазеркор зелки строится адептик строится блай копает свои плёточки сейчас начнет бомбить кибернетку не будет уже у велму грейда варпа ничего там у него не будет и проблемный кстати пуш вроде как велму да успешно вначале блая понапрягал а что толку блай на опыте он как бы понимает что это все не было выбито и можно продолжать спокойно прессовать просто плетка копается еще дальше сейчас две даже перекапываются в потонке будут уничтожены это очевидный абсолютно момент заходит в ланевскими лингами туда вот в потонке все начинает корупать их плёточки сейчас линги вообще вгрызаются там в потонке нужно королевами помогать минус пилончик минус гейт ну кстати велму смотрите-ка фотонок наставил но сейчас будет открыта вот эта рампа можно будет попытаться ворваться лингов будет ну очень много правда филды будут которые фотонки прикроют в перспективе но посмотрите сейчас просто второй для второго пилона плетка будет доставать блаевская перекапывается одна еще плёточка к рампе так вау один бой насчет стримить не знаю вот время нет и крупные турниры стримить особо все три фотонки отключены почему бла не врывается то вот надо врываться конечно врывается линги набрасывается бла на фотонки сверху верчатся плёточки ближе перекапываются под фотонки копаются эти плёточки сейчас трансфюзы право пойдут на них и конечно фотонки не смогут отменить еще одна плёточка копается ближе так ну что-то у велму слишком много фотонок у него две базы и у иммортал уже строится кажется велму здесь продержался и неужели он отобьется здесь просто-напросто вот так вот интересно ну я думаю что да кстати иммортал вышел мазер хура 30 с чем-то энергия нужно максимум лингов нужны бэйлинги без бэйлингов точно здесь ловить нечего бла и плёточку воет наверх вот но ты можешь рекламить свой турнир ну в чатике у меня как бы легко там да может быть людей заинтересует мисклик от велму такая нужная энергия у сын 3 сейчас тратится она нужна что против бэйлингов сражаться здесь были но так бла подходит ближе проблема в том что если бла сейчас убьет вот этот нексус со всеми фотонками велму с мэйна у него все лучше чем у бла у него технологичная более армия так плёточка перекапывается сейчас все бэйлинги готовы нужно врываться бла еще с бэйными королевами королевами нужно затанковать бэйлинги идут наверх потонки уничтожено две верхних сейчас нижняя еще пока нет есть уже призма у велму здесь не кажется не получилось два 40 на 60 по лимиту 1 0 велму здесь ребятки увяз бла и в этом куша надо такие атаки они как бы в одно в один удар решаются молниеносно здесь же бла и затянул и сожалению уже тут ничего не по нам еще фотонов эти миллиарды вообще ну велму молодец очень четко отбивался я вам скажу так выглазает там бла питается пилон пилон не сгрызть призма лет вперед 2 ма спускаются вниз на лоу граунд уже трансьюза на плетку идут да и mortal им пофиг они по 50 выдают просто дэмэджа и минус плетка бай пока что не сдается ну тут уже три иммортла и пилен и фотонок много здесь пилон надо велму установить один и еще сюда и призма прилетает с двумя зелками это полная печаль зелки начинают дронов избивать не хватило было в этой игре немножечко сожалению королевы идут вперед пишем гг выходим можно даже было бы гвардиан шел пробить по 1-0 велму а н а а и и и а и Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Так, револьверу отписал, а то в натуре сейчас Тенши заметят, короче, что у Ревы нет, еще и мне скажут, что я, блин, гоню, что он со мной, вообще, у него другой стрим без задержки, просто хоть стрим будет, как бы, да, два стрима, но они по-русски не понимают, так хоть непонятно будет, ну, что там происходит, как бы, да, если задержка будет одна, хотя это надо быть совсем тормозом, чтобы не понимать, что два человека или один говорит, ну, хз, фиг их поймешь, короче. Так, заходит. Вилму адептами опять, 67-64 парабам, лингами Блай пытается принимать, отгонять, эволюшн пошел. Электа провальная вообще для Блая какое-то начало здесь, честно говоря, по-моему. И вообще игра. Адепты на вторую телепортируются, плюс два Оракула здесь, ё-моё, линги прибегают, адептов Блай пытаются сгрызть, Оракулы прикрывают, адептов, жесть, просто демэш гигантский, лингив падает, вообще немеряно, одного Оракула хорошо хоть Блай обил, 54-50 и выкрутился еще в плюсе парабам в этой ситуации. Так, блю, гидтики пошли. Так, чё-то линги туда-сюда бегают. Будет ли передропы? Баллинг Неста есть, коготь есть, сейчас можно начинать дропать Бэйна, в принципе, понемножечку. Гидроден, естественно, делать. Блай подстраивает рабочих. Конечно, верно, рабочие нужны, но, блин, уже пора бы... Так, четвертое, в центре, потому что уже пора боевой лимит какой-то была напиливать. Плюс один, привет всем на твиче, снуд друга идет молодой одновременно. Естественно, как бы я не могу в двух матчах быть одновременно, и это очевидно, я стримлю наших игроков. Гидродену Блай делается два овера, восемь бейлингов сейчас. А, прямо из дома Блай полететь туда, ну, как-то далековато ему лететь будет. Велму готовится, такое ощущение у меня, к блин, к выкладу сейчас с призмой. Сталкеров все больше и больше. Если гидры к этому моменту люры не будет, то это печаль. А Блай заказывает люркер Дена, представьте, 86 секунд он делается, а блин уже сейчас готов, и Велму вперед пошел. То есть для Блая сверхтяжелые времена, ему надо гидру с рейнджом было сейчас делать, а не какие-то там эти, собственно говоря, люркер Дены. То есть сейчас даже гидра выйдет, она будет без рейнджа, это будет полная печаль. Пробивает Велму камни, нужно сразу же плетки будут готовы перекапывать, есть шанс, что они успеют сюда прийти. Да, вот они готовы. Блай сейчас заметит, я надеюсь, что они готовы. Да, берет плетки, все три нужно копать сюда ближе. Они очень медленно идут, блин, а тут очень быстро все убивается. Камни агрессивные, блин, кот Велму уже пошел, плетки вкопываются. Нет, они даже вкопаться не могут, они там все эти на муле уходят. Подумка, только сейчас первый Блай вкопал, второй вообще не может копать. Сентрей просто немерено, Филдуф просто немерено, и Велму вообще Блай здесь разрывает просто. На второй базе, ну вот, блин, была бы гидра с рейнджом, а рейндж мог успеть доделаться, он же гораздо быстрее, чем у Люркерден делается. Уже 100% рейндж был готов. Так, Блай дропы от Бенов сейчас к Велму. Пытается тут контр-дропами что-то предпринять. И контр-дропы-то на самом деле неплохо зашли, и рабочих у Велму меньше, чем у Блай. То есть, если получится отбиться, есть минимальные шансы. Плетки перекапываются, плюс 7 гидралов. К черту, Люркерден, был бы рейндж гидре, все бы было вообще замечательно. Леточка падает еще, королевы гидралиски бьются. Лингов просто немеренно погибает. Парабам, да, Велму поменьше уже немножко, чем Блай. Нужно аккуратнее быть, контроль от Велмы уйдет неплохо. Плюс 2 сейчас доделаются у Блая, 0 гидроидов на гидру. 7 люркеров есть сейчас у Блая в заказе. Первая люра готова. Они копаются сейчас, 2 люркера первых. Заходит Велму, получает залп от люры. И нужно либо на мейн врываться, либо пытаться перейти куда-то сюда, к 4 базе Велмы. Он уходит, к 4 пошел. Приходит Велму по всем направлениям у Блайчика люра. Подходит еще линги. Да зачем надо бейнов дропать, а не лингов? Блай забывает. Е-мое, да какие линги-то, блин. Хотя здесь даже линги 4 штуки напрягать будут от рабочих. Они, посмотрите, дохлые все. На мейне вообще рабов нету. 57-57 по РАБА. Вон, несколько лингов прилетело. А Блай 4 штучки. Смотрите, 3 или 4 пробки сразу же уничтожены. Блай не законтраливает. Да фокусе пробок, конечно. Что подфокусил пару рабочих Блай? 53-57 Блай в плюсе. Четвертый потерял, но третий это живет. Это ключевой момент. То есть можно сейчас контратаку с люрой сделать 10 люркеров. Еще гидростроиться. То есть можно еще люрой на аморфить заказать. Просто там, я не знаю, лингов побольше. И все может неплохо получиться. Люра Блай в плюсе перекапывает. Савелом приходит. Залп мимо. Залп, естественно. Оверы были сейчас для дропов. Еще где-нибудь есть. Так, один здесь. Нет, эти уже оверы не дропов. Не дроп оверы. Соответственно. Блай выходит в центр. Велм увидит всю эту люру. Блай заходит на четвертый. Нексус. Люркеров нужно забирать. Гидро прикрывать. Нужно люру брать с собой. Жишь, Блай такое творить-то, блин. Почему с люрой просто не прийти сюда? Велму нечем реально отбивать это. Все. Он сейчас ушел домой, назад. Зажался сейчас. Можно вот через этот пуский проход зайти. Правда, нет. Сюда нельзя копать люру. Камни упадут. Люра подохнет. Это будет жесть. По два иммортала уже строятся. Здесь призма летает, шатает. А Блай стоит. Купует здесь на центр. Все 56, 37, еще лимит это Велму дал отстроить. Блай просто немерено. Так, люра делает зал. Блай уходит на хг по четвертую. Хат. Нужно копаться. Копается Блай. Велму что, собрался проатаковать. Ой, какой залп жесткий пошел от Блая. Но Велму дропнул сейчас сталкерами. Блинкнулся на люру и разобрал в лоб даже Блая. Хотя по лимиту просел жестко сейчас. Нужно новых люркеров морфить. Нужно брать ядро четвертого. Отменяет Велму Блайу. Но Блай, кстати говоря, здесь разменялся. Я бы сказал, неплохо бы. То есть можно сейчас построить люркеров. Занять позицию просто. И выжимать Велму опять же. Еще плюс 4 люркера. Спайр у Блая пошел. Попытается муткость сделать рабочиху Велму больше уже опять же. Пятую хатку запиливают. Сейчас Блая Велму разведывает. Разведывает все направления сейчас старается. Четвертую в центре опять же отменяет. Пятую наверняка тоже отменит. В это время призма на мейн залетела. Нужно сбить ее обязательно. Блай, сбей призму. Да не бейся ты с делками. С этими чертами. Наконец-то сбил Блай призму. Ну, Гидра там когтями бьет зелка в рукопаш. Ну, редко такое увидишь. Ну, когда вплотную берется Гидра, анимация битвы идет рукопашный у нас. Так, и залп по сталкерам идет от Люры. Сталкеров отгоняет сейчас Блай. Но нужно идти в контратаку Блая. Посмотрите, сейчас будет атака. Грейт на Люру один. Будет много лингов, много Гидре. Нужно, нужно Блай уйти, нападать уже. Опять Велму на центр. Опять хату отменяет. Достал уже, подумал, наверное, Блай. Но много здесь уже люркеров есть. Посмотрите. Ой, иммортлов. То есть нужно Блая как-то эту армию принимать. И, наверное, снизу вот сюда заходить. Или как-то я вообще не знаю. Тут зомби-тос уже самый натуральный пошел. Иммортал архонов массу Велму просто. Блай пытается контр-забегание сделать. Ну, Велму рядом здесь находится. Ну, очень близко. И вот это вот, вот это вот просто. Это такой жиденький миг после того, что вот у Велму бегает. Смотрите, пару залпов архонов минус Селинги практически сразу. Пробивает Велму камни. Хочет разобрать их, чтобы на него не упали. И пойти вперед. Так, есть несколько люркеров. Здесь Велму не собирается пока атаковать их. Лингами забеганиями может какими-то зарешать. Пятый никс вот менять. Сюда забегать, пытаться. Блай надо. Камни нужно было когда-то, наверное, эти прогрызть. Вот сейчас будут разных сторон. Сюда забегать, сюда как бы. Ну, камни есть. Ну, перед дропами можно залетать. Я не знаю. В конце концов, Линг сюда привел. Лингов перед дропнулся. Велму к третью пытается пройти. Блай забегает лингами. Дерется со сталкерами. Вроде как неплохо дерется. Два дропчика. Два дроп. Люркера дропнуто сейчас на дальнюю базу. Сейчас, точнее, на вторую к Велму. Здесь Велму убивает третью. Ну, Блай лимит хоть какой-никакой боевой есть. Люркеров как не закапывал, так и не закапывает Блай. Ну, что за внимательность-то такая. Отсутствует вообще внимательно здесь у Блай. Велму тут убивает. Люркеров по одной штучке пытается что-то там сделать. Все. И здесь Люра вообще у Блай не закопана. Она будет убита так сейчас. Ну, и сбивает Блай. Ему детаска не хватает просто элементарного. Ну, два люркера потерянных. Посмотрите, они тоже могли бы сейчас решать бы. Короче, игра это 2-0. Велму, скорее всего, я не вижу, как здесь Блай вырулить. Он пытался максимально здесь вырулить. Но, к сожалению, не получается. Хорошие залпы Люры сейчас были, конечно. Но боевой лимит 90-12. Обратите внимание. Приходит Блай. Велму пытается что-то сделать. Блай пробивает камни. Велму пошел назад. Сейчас Велму с двух сторон. Я так понимаю, Блай отсюда и будет. Выбивать пытаться. Так, Линги Гидра принимает бой. Люра деммэдж наносит. Хорошие Мортлы зашли. У Велму, кажется, Афтервер сейчас погиб. Он не может пробить. Просто 171-119. Тем не менее, лимиты. Вы понимаете, что этот лимит просто печален для Блая. Заходит он под четвертую. Да, Фатонка будет убита. Да, Люраф копается. Да, здесь база погибнет. Быстро это. Но Блая погибнет все базы. Он Велму своим зомби лимитом идет вперед просто и пытается разобрать. 106-176. Поздно вот это Блай сделал. Давно надо было заставить. В чем прикол Люры? Ей нужно просто было грамотно выйти в центр и заставить Велму драться. Ну, пусть он в размен идет. Тут пару люркеров заморфишь, накопаешь дома. Но ни в коем случае нельзя было просто тянуть время. Люрафа в обороне как бы она... Ну, это не первый Старкрафт, где на направлении на одном накопал, там плеток настроил и ничего не сделать. Потому что там контроль тяжелый, юнитов много. Здесь все в один контрол взял Велму и оклик пошел вперед. Все как бы. Одновременно залетел призмой. Все, вот уже развод готов. Третья атака доделывается. 80 на 180. Ждем ГГшики от Блая. Это очевидно. Посмотрите, просто 12 сморфл. А 12 сморфл, как вы понимаете, это 600 демеджа за раз. Почему 600? С тремя атаками это гораздо больше. 600 по 50. 65 просто. Это 650 от 10. Еще 130, как бы, да? 5780 просто на лицо получается. Ну, если армора нет, соответственно, там армора есть, все дела. Ждем третью. Надеюсь, что Блая что-то предпримет здесь интересное. Так, надо пока что посмотреть, как там другой матч идет. Снуд Дрога. Ну, Снуд Дрога, я уверен, так долго не будет идти, как этот матч. Хотя, может, и будет, не знаю. Ну, Снуд сидит здесь пока что. Ничего не происходит вообще фактически. Снуд сидит здесь пока. Снуд сидит здесь. Продолжение следует... 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 А может быть и на Блая тормознуть, не знаю, если Блай проиграет. Посмотрим. Хочется воздухом подышать, что-то. Пока погода хорошая, дожди были все время. Ну ладно, разберемся, еще Блай пока не проиграл даже. Ну что, муфлейнгом почти готов, Блай муфовером делается. 31-32 по лимиту. Так, помой, Алекс за 3 АЗ пишет про ключ. Кто с G2 вводил, помогите человеку, что-то там ему не ввести. Вот, может кто шарит. Задержка 3 минуты, помните об этом. Еще. Я, честно говоря, не шарю, потому что все работает. Все, приходят Вилму адептами, заходят на мейн сейчас. Дронов Блай вводят. Адепты зашли за минеральную линию. Нужно королевами принимать бой просто. Опять Вилму Блая напрягает как-то дико. И Блай опять дает адептам на мейн прорваться, блин. Ну, Вилму не слепортирует. Ну, королевы-то взад-вперед, что ходят? Пусть они стреляют-то по адептам, ё-моё. Наконец-таки. Так, иллюзии, что улетают? На третью полетели. Линги-то что стоят, Блай? Слава богу, Блай лингов приводят поздно. Приводят, но адептов и Вилму успел за минералов. Ну как вот? Что за реакция? Просто она. Смотри, вообще, ну... Чё, Блай, какой-то педяный, что ли? Я не знаю. Ну вот же адепт сюда приезжает, сразу лингами беги внутрь. Просто они сразу их окружат. Они прямо в них телепортнутся. Нет, и здесь Вилму умудряется телепортнуться, Блай запоздал. Ну, чё за хрень-то? И на мейне два адепта зашло сейчас. На мейне бомбят. Вообще, везде бомбят. Чё-то Вилму как-то натренился жёстко, нет? Вилму решил на ВЦС опять участвовать. Кстати, раньше в Хоти постоянный участник ВЦС он был. Этот финский в рот. По мейну тут адепты ходят, Блай даже двух не может. 45-50 по лимитам. Феникс и бомбят уже. Третий Нексус есть. Здесь какие-то верчажи были два. Что они делали эти верчажи? Каких-то два юнита убили с пилонов сейчас. Сработка нормальна. Сегодня 22 вроде. После дней, когда 15 было и ниже температура. Нормально даже. Не жарко, не холодно, а хорошо, я бы сказал. Да, варпу адептов ещё идёт. 73-97 по лимиту. 49-58 по рабам. Да, крип уже у Вилму здесь. Но Блайу нечем атаковать пока. Я думаю, что даже Блайу нужно улынить здесь как-то. Королева. Да, Блай и собирается. Королева реводжерами идти вперёд. Нужно камни прогрызать. Вилму не контролит здесь ничего. Блай начал грызть камни. Адепта вперёд ведёт. Роба у Вилму нет. Вот это, кстати, печаль для Вилму полная. Достаточно ли Блая, например, будет королев, чтобы убить, да, там, всех фениксов? Плётка копается вообще нелепо. Пришёл Вилму, конечно, убьёт её сейчас. Эту плётку. Давайте ещё на филдах Блайна отдаётся. Так, выходит королев. Линги здесь пробегают. Фениксы пролетают. Королев недостаточно. Всё, плётку надо уводить отсюда нафиг. Или вперёд, наоборот, копать. Я не знаю. Криптумор вообще Блай под вторую базу Вилму сейчас окопал. Вот куда Блай прёт? Он что, через этот узкий проход хочет войти, что ли? Ё-моё, блин. Ну, не войти, не войти, блин. Это Скарлетт, может. Так, секундочку, ребят. Так, прошу прощения, ребят. Перепортация завершена. Перекапывается спорочка. Блай заход, 138-135. Королевы зашли очень даже неплохо. Вместе с плёткой прилетает Феникса. Королев поднимает сейчас Блай. Реводжеры, Филона минусуют. Адептов много. Фаерболы неплохо падают сейчас. Ну, что-то Вилму многовато, по-моему, здесь адептов. Плюс уверчаж очень сильно решает. Но трансфюзов очень много, уверчажа. Так, уверчаж это решает, решает. Но трансфюзов много. Адепты вообще мимо пробежали куда-то. Вилму такой фейл сейчас делал. Адепты возвращаются куда-то. Их телепортнулся. Его Вилму даёт вообще. Обратно под плётку заходит под королев. Реводжеры кидают фаерботчики. Королевы падают. 16 лингов у Блай ещё до заказа. Даже это, по-моему, Блай не вот. Адепты просто всё разобрали сейчас. Ну, конечно, из такого экономического преимущества. Что там может сделать Блай вообще? У Вилму просто колоссальное преимущество сейчас. Несколько адептов телепортнулось вперёд. Ну, кстати, ещё пуш не закончил. Сейчас Блай адептов зашатал. Сейчас просто реводжеров из роучей сделать. И можно заходить на самом деле. Ещё пытаться что-то сделать. Там уже четвёртый не отсутствует. Адептов просто невероятное количество. 19 штук. Да нет, тут даже реводжеры не помогут. Судя по всему. Так, секундочку, ребят. Так, ещё одна попытка от Блая. Вижу, здесь идёт 110 на 144 по лимиту. Да, фаербулы падают. Да, ручей у Блая реально много. Да, он зашёл под адептов. Но боюсь, что даже этих роучей недостаточно. Но фаербулы, кстати, заплодят. Жёстко, видите, вдерётся Блай. Выгодно против адептиков сейчас. Спорка задолбалась. Уже стрелять там по Мазерпору, по Фениксам, по всему. Адепты врываются. Минус Блай в итоге всё-таки. Да, 19 роучей. Что заказано? Оступил бы Блай сейчас хоть тем, что есть-то. Блин. Блай не отступает тем, что есть. И 19 роучей, судя по всему, здесь всё равно не помогут. Ну вот. 118, 126. Так, секундочку. Так, ребят, короче, затянулся этот прессинг. Опа, вразмен пошли. Велму идёт вразмен. Сейчас эти это зря. Мне кажется, Велму делает. Хотя у него просто... Ё-моё. Сколько дарков у Блай. Посмотрите, у Блай до сих пор нет. То есть, в нём просто нет вижена. Только две спорки его здесь могут спасти от этих дарков. Но, блин, нужно креплить-то дальше. То есть, Велму просто элиминейтнет Блай, скорее всего, сейчас. И... Так. Одна спорка падает уже. Леера как не было, так и нет. Это ГГшечка, ребят. 75-100 по лимиту. Да и юнитов-то боевых осталось 23 роуча на 17. Хотя 23 роучит неплохо. Но ведь адепты... Чини-адепты могут архонами стать сейчас. Вот эти дарки все, как бы, и будет тяжело. Плюс у Блайа роучи на две части разбиты. Короче, печаль полная. Приходят адептики в лоб, атакуют Велму. Хочет уже на мейн заходить или не будет на мейн заходить? Нет, на хайграунд подниматься не собирается. Я не знаю, что Велму тупит. Ему просто архонов сейчас летит. Принять будет там в двух направлениях. Просто убить с одной стороны Блайа, с другой. Всё, спорку вот эту подрезать, например. И ничего будет не сделать. Так. Так, сливает два архона Велму. Вот ещё с мейна адепты выходит. Адептов немерено. Архончик сейчас помогут. Фениксов энергия накопилась новая. Поднимает пару роучей сейчас. Короче, Блайа выходит. Домой 83 на 60. Пока что Блайа не сдается. Тут же две грелки летают. Оверы громятся. Просто сейчас уже соплай блок будет. Здесь оверов больше 10 висит. Хотя нет, у Блайа всегда оверов на 300 лимита настроено. Соплай блока не будет. Но всё равно ГГ, ребят, это очевидный момент. Здесь просто роучи падают последние. Велму не собирается в лоб заходить. Или собирается. Нет, Велму что-то туда-сюда ходит. Непонятно чего. 68-44 по лимиту сейчас. Ну всё, последняя вот атака. Фениксы подлетают. Адептики заходят. Адептики заходят. Нет, адептики не заходят. Почему-то Велму боится. А что Велму боится? Я не знаю, что Велму боится. Здесь тренировочек крестом. Что-то тягомотина начинается какая-то. А ну вот Грелочки на мейн прилетают. С Фениксами убивает. Убхату, короче говоря, Блайа, Велму. Блайк всё ещё не сдаётся. Я не понимаю, правда, что он хочет сделать. Понимая, что даже дарков ему просто нечем убить. Так, всё. Грелки хатку развалили. Здесь Фениксы отдаются. Отступает Велму назад. 18 пробок. Где они? Не на дальней базе все ходят. Так, секундочку, ребята. Так, всё, я здесь, ребята. Ну, ждём. Вот, наконец-то, последняя битва пошла. Приходит Велму. Филдов парочку кидает. Упали роучи. Падают и реведжеры. Грелки, спорки убивают. Всё, тут как бы ничего не осталось. Ну, Блайя 0-3. Что могу сказать? Если первая игра была бы по-другому сыграна Блайем. То есть, не тем Чизом, которым он играл. К ним уже привыкли к этому Чизу. То, что Блайя делает с прокси хата. То есть, его надо как неожиданно делать на победном стрике. То есть, там, К1-0 счёт хотя бы. А Блайя вначале сделал. Всё, поплыл в итоге. Сейчас я вернусь. КОНЕЦ 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 Так, ребят, всё, зашёл к СНУТу. Прошу прощения. КОНЕЦ Ну что, ребят, погнали, в общем-то. Дальше. Так, Акейра, видел, что ты там про киви говорил. Сейчас посмотрим, что там на киви у нас происходит. Опа-на. А на киви у нас сегодня Акейра 1079 рублей просто мне запиливает. Спасибо большое тебе, Акейрыч. Очень приятно. Очень приятно. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо всем, ребят, за поддержку Большое Очень приятно После матча Снут Дрога Я уйду Останется револьвер и Мэджик Вот, ребят, ко мне тут друзья Сейчас заходили, как вы поняли Вот Пойду покушаю Немножечко, может Мяско пожарим, я не знаю Пока погода нормальная Завтра будет долгий стрим Завтра будет у нас Пролига Завтра у нас будет Три матча на Пролиге Завтра у нас будет ГОФОСК, буду стримить Короче, приходите Ну а за поддержку гигантское спасибо всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, ребят, какой счет Но счет, видимо, 0-0 в этом матче Дрога против Снута играет Но здесь будут другие игры Не похожи, я думаю, на Велму Блай Потому что Блай играет очень чизово Снут наоборот же перестраховочно действует Обычно в макро очень сильно любит Издавна И Дрога Такой же, в принципе, игрок Перворожденные выстрелы Так, ну что, пилончик там снизу пошел, ребятки У Дрога Выходит, он на третий никс Здесь фениксы бустятся в Сторгите Пользователь Андрея Митенко активировал премиум на ваш канал Спасибо, Андрей Митенко Ну что, феникс тупой, разбивает, принимает Ну это разведывательный овер Здесь ничего страшного нет Есть 8 лингов у Снута Он ничего ими не сможет отменить Дрога Парабам, ситуация близка 41-46 Снут, конечно, вперед сейчас вырвется Но у Дрога третий никс уже более чем наполовину готов То есть сейчас по три пробки будут строиться Плюс фениксы будут популяцию рабочих немножечко уменьшать Зерговскую Так, АДФ стоят около Интересно Робогейт у нас стеночка интересная Такая запилена Сейчас Так, сейчас еще один феникс вылетит Да, вылетает феникс Начинает оверка бомбить Овер минус 57-63 парабам Здесь фениксы продолжают Точнее, они харасят, как и харасят 59-66 парабам На 10 лимита друга больше То боевой лимит Вот Так, здесь фениксы летают Но они без энергии абсолютно Вот сейчас у одного А, вот еще одного энергия появилась И еще одно Еще дронщики убиты 9 в общей сложности Минус 65-75 Тем не менее Снут столько рабов строить Что он просто В плюсе в гигантском До сих пор остается Против Дрога Дрога Ну что, еще 9 дрончиков минус нудрогу Снута. Хочу обратить ваше внимание на один такой факт интересный сейчас. У Снута ни одному криптумора я на карте вообще не наблюдаю. Снут играет без крипа, это странно вообще наблюдать. Еще 2 дрончика минус, копит лимит сейчас дрогу. Сейчас уже чардж будет готов, плюс 3 птиштормовичка варпятся, то есть будут штормы очень скоро, еще штормовичков закажет. А, дрога уже готовится против линга-беллингов ядры воевать. Здесь вот в чем прикол, плюс гейты добавляются, делают задание ни одного пилона на этой базе. Нет, тоже ошибка, вдруг еще там окажется. Нужно хоть один пилончик иметь для варпа. Так, фениксы на мэне. Трех рабочих друга быстренько забирает и улетает. Фениксов 9 штук, Снут по этому гидрой ныкается. Но Снута 170 лимита, черт побери. 30 гидралис, сейчас 40 гидралиска будет, 7 лингов. А где линги-то в дозаказе? Кто в беллингов-то превращаться будет? Кто будет взрывать всю эту армию протасовскую? Ну, правда, с плюс 2 такое количество гидрой, это дичь просто на самом деле. Сейчас уже плюс 2 будет готово. У дрога-шторм сейчас будет готов. Спускается Снут. 48 гидралисков у него лингов. В данный момент 27 штук, а еще 20 с чем-то строят. Сейчас будет... Короче, это 48 гидралисков плюс столько же беллингов примерно сейчас будет у Снута. И будет идти атак, соответственно, он прямо в наглую под дрога Морфис. Ни хрена себе Снута бордела. Зачем так нагло Морфис? Так, дрога спалил сейчас. Идет вперед имморталом, идет шторма вперед. Штормы по бейнам пошли. Вы, кстати, отменяет просто Снут у всех бейлингов. Ну, не всех. Ладно, вру. Там часть отменил. Часть в итоге заходит. Взрывает. Там дрога неплохо. Снут сейчас. Штормы кончились. Нет, штормы не кончились. Ну, дэмэджа много Снуту сейчас. Дрога нанес. Снут заходит на вторую в ответку. Сзади сейчас в спину гидре зайдут все зелки. Все имморталы. И будет больно. Снута я не понимаю, почему он вообще не заходит сейчас. Так, два архона вперед танковать пошли. Зелки прыгают вперед. Бейлинги падают. Где довар? Сзади. Вот сзади четыре зелка появляются. Шторм пошел. Ну, кажется, Снут здесь переконтролил. Все дрога. Посмотрите, с плюс два просто разбирает все в хлам. 146 на 95. Вот это понимаю атака. Как-то вроде казалось для Снута вообще плохо все будет. И Снут здесь отлетит от обороны друга. Но нет. Просто Снут взял, продавил. Еще гидралиски строятся. Бейлинги и линги. Коготь делается. Уж первый почти готов. И вот этим миксом уже против бейнов не устоять. Ну что, ребятки. Минус дрога. 1-0 Снут. Покидает дрога игру. Что-то у него бомбануло, по-моему, немножечко у дрога. Ну бывает, бомбируют иногда. Что тут поделаешь? Всякое бывает. Покидает дрога игру. Удивися. 3-2. Удивися. Удивися. Покидает дрога игру. Благодает дрога игру. Благодает дрога игру. Ну в cops. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Карта Мороз Без Крифа Снут играл Дрога прессовал Снут пришел и убил Просто Посмотрим здесь может Дрога похалявнее Как-то на этой карте Сыграть мне кажется Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, все, отвлекся Ненадолго Возвращаюсь назад Две королевы по рулингов Уснут устроятся сейчас О, пупевший, ты что, блин? Стал полностью О, пупевшим, что ли, или что? Я чуть не понимаю Что это за флут вообще такой? Пупеть-то не надо полностью Так, ну что, адептик заходит на мейн сейчас Доделся мухуэром Уснута залетает на разведку Спалит старгит, спалит сейчас Ой-ой-ой, прям оракулу увидит Снут, посмотрите Опа, полетел дружок Привет, ему овер передает сразу же Здесь у нас раскачка идет Парабам ровно Третья хат еще не готова Спорки пошли сразу же у Снута на мэне на второй Но на третий надо тоже пораньше Спорку поставить, возможно Открываются гейтусы Там где-то А вот они, три гейта у Дрога Ну это оборонительная, естественно Стратегия, стратегия выхода в макро То есть три базы Сейчас будет у Дрога В ближайшее время Здесь еще Дрончик один едет Сныкался Дрон, повезло ему сейчас Немножечко заказывает Дрога Спорку Оракуа особо ничего не сделает 50-44 парабам Вот на этой карте Криптума уже есть Блин, Липец, за кого в финале Евро буду болеть Не знаю, не знаю Я буду ли смотреть его Но, наверное, посмотрю завтра Да, в финал все-таки Ну, честно говоря, я Ну, там не за кого болеть Почему? Потому что У португальцев золотой петушок Французы на халяву Отскакивающие на своем поле Как-то тоже, не знаю За красивую игру Но, наверное, все-таки За Португалию Они не выигрывали никогда Плюс Вспоминаю тот матч Который я смотрел 2000-го года Или 98-го 2000-го года, по-моему, Евро Когда Или 2000 Короче, когда там рукой Португалия садбил На дополнительной кофигу Еще играл Надо отомстить им за это Так что, наверное, больше Немножечко больше за Португалию А так мне вообще все равно Просто футбук посмотреть охота Нисколько я не расстроюсь Кто бы там не проиграл Да и уже наши мертвяки На самом деле не расстраивают Потому что там все ясно Обычно В последнее время Так Криптумор идет с мейна К четвертой базе Вот сюда Один-один в центр Ну и плюс Португалия не фаворит Там все-таки Франция посильнее Я думаю будет Так Погодите Что-то у меня на эскаду И чатик сбился жестко Все, чатик на место вставил Да варфа Оракулы тут летают Что-то контролят Все Понемножечку вдвоем Ревелейшна кидают друга Ну будет возможность Рабов подрезать И Рабов подрежет Он, естественно У снота Четвертая хат строится Коготь Рейнджовая атака И Коготь И милишная делаются Два Все это Линго Гидро Беллинги Но немножечко в другом стиле Сейчас со стороны смута То есть В стиле Более таком тяжелом Чем в предыдущей Хотя в прошлой игре 48 гидрала Было куда тяжелее Ну и здесь Два грейда делаются На этой карте Делаются несколько Беллингов у смута Пробивает он камни По лимиту Пока в плюсе Если у друга Этот пуш не получится То Он отлетит Очевидно Здесь 140-145 По лимиту Очень сильный Блин Пуш идет Сзади там Оракулы Наставляют Стазисных ловушек То есть Дрога выманивает Снута вперед Подрезается Королева Сейчас Одна Снут позицию Занимать Старается Нормальную Чтобы Отбиться Широким полукругом Вот так вот Чтобы филдами Все не перерезать Было Можно часть юнитов Вот отсюда сюда Бы завести бы Я думаю Было бы Но снут Это пока не делает Ну и гидралов Не отдает Дрога Посмотрите Сейчас досидится Пока у снута Грейды доделаются А ведь с грейдами Армия снута Сильнее станет Так Бейлинги Заходят Сн3 Сминают Снут там Сталкеров Часть бейнов Рываются Гвардиан Шилд Все еще живой Гвардиан Очень сильно решает 157-135 Ну снут отбивается У него грейды Вот доделались Посмотрите Все один Атака Так Коготь и Милишная И рейнджовая Атака готова Вот дрона Там на четвертую Уже поехали Снут принимает бой Великолепный Здесь полукруг Призму сбивает Агрессивный Блинг Куда ты Блинкаешься Агрессивно Ну что ты Делаешь Дрога Это лишнее Было Вообще Мув Сейчас Агрессивный Блинг Кривейший Сейчас идет Почему кривейший Потому что он Вообще Не в тему Он не должен Сейчас будет Блинкаться Агрессивно Зачем Куда Он собрался Там Вообще Что он Хотел доказать Этими Сталкерами Не понимаю Там Французов Нет В команде А у Португальцев Так Португальцев Много Да Там Там Везде В Европе Даже У немцев Даже У англичан Так 2-2 Снуд Делает Милишная Коготь И рейнджовую Атаку Срабатывают Сразу Две Ловушки Но все Неско Три Гидрали Скадволинга Заблочилось Это мало 163 112 Очевидно Снуд Обыграет Сейчас Дрога В этой игре Двигается Вперед Оракульчик Один Летать Пытается Дрогу Там Контор Напряги Какие-то Пытается Снуд Двигается То есть Это будет Атака Будет ли Он Под эти Грэды Подстраиваться Вопрос Хороший Я вот Не уверен В этом Оракул Тут 2 Храбочих Убил Он Почти Все ХП Потерял Вообще Не знаю Нужно Ли Это Было Делать Сейчас Снуд Дрогу Точнее 25-27 Бэйлингов Заказано Вот они Все На Ксилнаге Идет Вперед Снуд Отодвигая Назад Немножечко Оракул Минус Очередной Очередной Оракул Здесь Плюс Архоны Плюс Камни Не пробит Дрога И нормальную Позицию Не сможет Здесь Занимать В итоге Камни Пробьешь Камни Не пробьешь Криво Ходить Самому Неудобно Второй Робо Достраивается Второй Робо Не готово Снуд Делает Атаку На Четвертую Базу Мазеркорс Полная Энергия Просто Уничтожен Бэйлинги Здесь Гидра Здесь Принимает Бой Снуд В другом Направлении Там Где Дрога Находится Еще Много Много Новых Бэйлингов Делается Реально Много Бэйлингов Заходят Бэйлинги Филдов Нету Да А какие Филды Зилки Архоны Тут филды Как бы Не работают Здесь Нужен Шторм Либо Такой Лимит С такими Гридами Которые Можно Сплетануть И которым Можно Убить Но Не в данной Ситуации Гэйгэй Пища Дрога Вообще Громит И уснут Ну что И тут 3.0 Напрашивается Что ли Только Там Облавил Моубил А здесь Наоборот Дрогу Снут Убивают По лозерам Хочет пройти Спасибо Если бы иметь на ладере, ну если особо активно будешь бы иметь и какого-нибудь писать там, мамкам привет передавать там, чтоб раком все болели там и так далее, то напишут жалобу на тебя, выпилят твой аккаунт просто и все. Так, пульчешник пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что тут, пробочка что-то туда-сюда катается. Проверил, я не знаю, хату или что-то здесь проверил, возвращается разведывательный. А, у Снута Пу первая, просто почему дрога боялся, ну вдруг какая-нибудь проксихата видимо. Так, плюс адептик здесь в ГИТе строится, кибернетчики в арку дрога заказан. Велму со Снутом, нет, я после этого, после этого БУ-5 скорее всего, не скорее всего, я уйду после этого БУ-5. Вот, будут другие стримеры стримить, там два матча останутся. Победитель с Велму вот этого и победителя матча с Велму против Сортовка, собственно говоря. Вот. Я думаю, что у ЗВЗ вероятность Сортовка еще велика, Снут Сортовка. Вот. Ну не, суть вопроса, меня просто ждут уже там. Завтра будет долгий стрим, приходится три матча про Лигу и ГУФО СК будет. К сожалению, эти отборочные ЛЦС нормально, ну не получилось нормально постримить, потому что, ну, вы поняли. Дела тут у друга, дочка родилась, ну это хороший момент, в принципе, пусть больше рожается дочек и сынишек. А я пару раз не постримлю, ничего страшного. Третья хата уснута, доделываются? У друга скорость таки адептам делается в этот раз, сталкер не готов. Будет ли это гейтов больше трех или три гейта? Сейчас доделается мазеркор, можно вот сюда оверчаж выставить, например, и убить. Овера было бы, ну, дрога не стал этого делать. Не знаю, зря не зря, сложно сказать. Вот у нас третий нексус пошел, и адепт, он почти что готова к скорости атаки. У Снута Роуч Ворон готов, тайминг Роуч Ворона просто великолепный, идеальный тайминг. То есть сейчас будут заказаны Роучи 8 штук, и уже адепт Снут сможет с Роучами принимать. Может, это даже какой-то прессинг будет, я не знаю, от Снута. Ну, королев, так, королева одна на третье устроится, королев больше Снут не добавляет, значит, прессинга, скорее всего, не будет. Адептики вперед идут. Всей группой своей. Телепортируют, кто дробанок, Снута, на вторую базу, дизируют, что если Адепт Снут принимает, очень жестко, сейчас несколько вообще отсюда не смогут уйти на своих. Харочку пилдул ставит сейчас трубы. Оверчаж выставляет, Роучи убивает очень быстро. Снут пришел, отдался здесь зачем-то. Еще масс-масс линги строятся. Будет королева вперед выдвигаться? Это улын со стороны Снута, обратите внимание сейчас. Так, линги забегают, ну а какой улын без Роучи? Где Роучи, где реводжеры? Вот реводжеры по центру, может, королевы уже выдвигаются. Пытается Снут понапрягать Дрога сзади, вот на этой базе дальней. Сейчас, а, то есть это будет выход в лоб. Придут королевы реводжеры, и линги сзади через мув бегут вот в эту армию, и попытается Снут таким образом уничтожить Дрога. Заходят реводжеры, линги врываются. Линги накидываются раньше времени, линги-то ворвались. Что-то Снут в наглую пришел сейчас. Ну, посмотрите, Снут принимает бой, как раз пока Иммортал не вышел. Вот сейчас он выходит, у верчажа все будут уничтожены. Иммортал сразу окружен, 84-68, кажется, это минус Дрога. Просто чудеса на виражах какой-то Снут творит. GG, 3.0, Снут, изи. Снут подтягивайтесь. Ну что, ребят. Делаю стоп-старт я.